МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дмитрий Евгеньевич, Дмитрий Евгеньевич, вам доброго дня, рады видеть. И Антон Александрович Егорчев, первый заместитель директора. Антон Александрович, вам тоже добрый день. Что ж, правила нашего эфира не меняются. У нас есть заготовленные вопросы, у нас есть абитуриенты по ту сторону экрана, которые будут, надеюсь, задавать свои вопросы по ходу нашего прямого эфира. Ну и, с вашего позволения, начнем сразу же по вопросам, которые нам присылали. Первый звучит так. Расскажите вкратце об институте и чем он выделяется и отличается среди других IT-факультетов в Казани. Даже прям в Казани? Да. Ну, среди Казани вообще всем. У нас, собственно говоря, есть вообще в принципе только два IT-факультета, которые еще стоит упоминать. Это Институт информационных технологий информационных систем нашего Казанского федерального университета и четвертый факультет КАИ. Ну, собственно говоря, мы отличаемся от них тем, что, ну, во-первых, мы очень крупные. У нас больше двух тысяч студентов, более двухсот преподавателей. Ну, это что называется по показателям объема. У нас, ну, это интересно, наверное, для абитуриентов с точки зрения престижности, самый высокий балл не только в Казани, не только в республике, но и по соседним регионам, то есть вступительный. Уже в этом году у нас конкурс порядка 45-50 человек на бюджетные места. А почему вообще так происходит? Ну, знаете, здесь есть вот две составляющих. Почему, в общем-то, у нас действительно очень большое количество желающих и почему при этом обеспечиваем хорошее качество образования. Ну, во-первых, мы воспитываем программистов, наверное, в том стиле, в котором это имелось в виду еще во времена братьев Стругацких. То есть программисты – это те люди, которые умеют мыслить и строить алгоритмы для той предметной области, в которой они работают. То есть это не те люди, которые пишут код или там смотрят в экран или что-то делают, а именно которые пытаются заставить что-то работать и понимают, почему это работает так или иначе. То есть у нас принципиально вообще уделяется сильное внимание фундаментальным дисциплинам и математике. Мы заставляем людей понять, в чем состоит суть вещей. Как, в общем-то, говорил наш прошлый ректор Ильша Травка, Чигафуров, ВМК, ну у нас до сих пор, слава богу, осталось это название, в учительной математике и кибернетике мы можем использовать дополнительно, вот так и в МИД, выпускает математиков, программистов, физиков-программистов, медиков-программистов, то есть людей, которые умеют заставлять то или иное работать в своей области. Это первое. Второе, мы работаем в рамках концепции STEM, вернее даже расширенной концепции STEM. Ее четыре буквы что означают? Это означает, что весь вообще обучающий процесс разделен на одинаковые четыре области. S – это Science, это та предметная область, в области которой вы специализируетесь. Это может быть системный анализ, это может быть программирование мобильных приложений, или это могут быть суперкомпьютерные вычисления. T – это конкретные инструменты, с которыми вы работаете, конкретные фреймворки, конкретная элементная база, все это, на которых вы должны работать прямо вот сейчас, то есть что популярно в мире сейчас. И это engineering. У нас все студенты, у которых достаточно высокие баллы, достаточно это выше 4,2, вместо лабораторных и практических работ имеют возможность проходить практику, стажировку и даже быть принятыми на работу в так называемой индустриальной лаборатории. Наша индустриальная лаборатория – это абсолютно уникальные сущности, которые выполняют реальные, очень серьезные договора по основным тематикам, которые сейчас в IT наиболее популярны. Это робототехника, искусственный интеллект, машинное зрение, высокопроизводительные вычисления. И именно там зачитывать свои практические дисциплины, работая по реальным проектам, а не почему-то абстрактно. Но для этого нужно хорошо учиться. Это важно. То есть те, кто плохо учится, ну так и продолжают они учиться сами по себе. И M Mathematics, то есть математика, царица всех наук. Если вы не знаете или не любите математику, вам точно к нам поступать не нужно. Да, Александр Ильич, есть что добавить вам, Дмитрий Евгеньевич? Я думаю, что полно хорошо все сказано, то есть особенно как раз хочется отметить именно практические наши промышленные лаборатории, где студенты могут проходить практику. Хорошо, пойдем дальше по вопросам. Следующий. По программе приоритет 2030 было переформирование института. Расскажите об этом. Ну, если быть еще более точным, наш институт является сейчас лидирующим институтом в естественно-научном направлении университета. То есть университет сейчас разделен на пять больших направлений. Медицина, энергетика, ну я очень кратких названий сообщаю, образование, новые материалы и естественно-научный блок, это IT и физические системы. Наш институт является лидирующим, базовым для этого направления. Я являюсь его руководителем. То есть вся деятельность института, она сейчас построена вокруг научно-исследовательской, проектной и образовательной деятельности по приоритету 2030. Например, сейчас у нас с 1 сентября начинает действовать экспериментальная программа, по которой больше чем 600 студентов обеспечивается вторая строчка в дипломе, по сути. Сейчас определяется как раз формат, причем определяется на уровне федерального министерства, где бесплатно, вернее за счет федерального правительства, студентам дается возможность получить дополнительную строчку в дипломе, дополнительную цифровую профессию. Например, вы можете быть специалистом по тем же самым мобильным приложениям и одновременно получить квалификацию цифровой дизайн. Это очень ценно. Но именно это является составляющим программы приоритет 2030. То есть вся наша деятельность построена вокруг нее. Еще один вопрос, добивающий эту тему. Какие направления добавились, а какие ушли? У нас никаких направлений не ушло, они объединились. Добавилось направление прежде всего робототехники. Дело в том, что вообще, ну, вообще в принципе, да, чтобы было понимание, вот наш коллектив является, ну, если не самым сильным, то одним из самых сильных по робототехнике, вернее, по беспилотной технике в Российской Федерации точно. Практически все беспилотные виды техники, которые вы на экранах телевизора видели, где-то года с 2015-го, все эти КАМАЗы, пассажирские автобусы, все остальное, это делались либо нашим коллективом, либо мы были ведущими экспертами, либо мы были руководителями работ, либо научными консультантами. И сейчас весь тот объем работы, который мы приобрели как раз вот в оборудовании вот этих десятков видов беспилотной техники, мы сейчас пустили в рамках программы магистратуры специальная робототехника. Под эту программу магистратуры у нас подтянут ряд мощных индустриальных партнеров, и под нее было проведено полное переоснащение как раз института вот оборудованием в рамках программы приоритет 2030. Вот именно специальная робототехника, это сейчас вот один из наших таких вот ключевых направлений, которые мы сейчас, конечно, развиваем. Замечательно. Что же, отправимся в приемную кампанию, так сказать, ввести с полей. Два вопроса. Какой прогноз по абитуриентам планируется в этом году? Есть ли изменения в ходе приемной кампании? Ну, здесь, скорее всего, просто расскажите, как там дела? Сколько абитуриентов уже пришло? Какие они? Есть ли стобальники? Ну, скажу сразу. То есть мы... Вот у нас, вот я вернусь к первому вопросу, у нас в составе университета есть партнерский IT-факультет Институт информационной технологии и информационных систем. Мы однозначно рекомендуем стобальникам поступать туда. Потому что мы предпочитаем тех людей, которые могут учиться и должны работать в командах. Стобальники к таковым, к сожалению, не относятся. У нас очень высокий средний балл. К нам на бюджет можно поступить... Ну, мы не можем сейчас точно, конечно, сказать, но проходным по различным направлениям мы сейчас видим, у нас является от 260 где-то до 285 баллов. Это много. Это отличники-отличники. На контракт у нас проходной балл ниже, порядка 200. То есть поэтому, если вы даже хороший ударник, вы, конечно, можете поступить к нам. Как бы, если на бюджет... Ну, это сделать, правда, очень сложно. У нас сейчас конкурс уже порядка 45 человек на место. У нас сейчас на 250 бюджетных мест уже больше 8 тысяч заявлений. То на контракт поступают не те, у кого наибольшее количество баллов, а те, кто первым подал заявление. Сейчас квота на контракт у нас выбрана пока только наполовину. Поэтому, если вы действительно хотите у нас учиться, в принципе, вас ничего не должно останавливать, потому что цены на обучение у нас пока зафиксированы на уровне 2020 года. Для того, чтобы как раз стимулировать нашу IT-индустрию, это было то же решение, принято в рамках программы «Приотет 2030». То есть, как я понимаю, у вас с Михаилом Михайловичем хорошие отношения и два подразделения друг другу помогают. Мы стараемся не пересекаться, потому что, например, мы не занимаемся чистым IT. То есть, например, они занимаются то, что называется обучными сервисами, то есть, именно программированием, именно софта-софта. А вот даже мы, если делаем те же самые мобильные приложения или веб-системы или что-то остальное, они под собой должны иметь какой-то реальный продукт. Ну и мы еще, конечно, специализируемся на тех людях, которые хотят по результатам университета получить свой бизнес. Например, только за последние два месяца у нас больше 70 студентов поучаствовал в программе «Стартап как диплом». Из них больше десятка, в общем-то, эту программу прошли, и сейчас по ней ведется акселерация. То есть, у нас с ITIS очень хорошее отношение. ITIS больше ориентирован на подачу прикладных знаний и на образование короткое. То есть, три года, и вы уже дальше, даже четвертый год, вы уже работаете. Мы ориентируемся на lifelong learning. То есть, у нас точно так же вы начинаете работать уже со второго, с третьего курса. Но мы говорим всегда, что магистратура лучше, чем бакалавриат, аспирантура лучше, чем магистратура. Потому что, если вы закончили, например, только бакалавриат, вы даже, в принципе, не имеете права кандидатскую диссертацию начать писать. А высшей степени квалификации во всем мире на рынке IT, на многих других рынках, если у вас есть звание PHD. Пока вы не PHD, вы не являетесь специалистом высшей степени квалификации. У нас предельно облегчено как раз доведение до этого звания. Например, по тем самым экспериментальным магистратурам, если вы хорошо учитесь в этой магистратуре, во время обучения в магистратуре вы пишете две из трех глав кандидатской диссертации. Потом в течение года, в принципе, вы имеете возможность ее уже защитить. То есть, через год уже после магистратуры. Такого предложения, в принципе, никто не делает. Следующий вопрос как раз таки и затрагивает вот эту тему. Как лучше поступить, чтобы без проблем подать документы? И что делать, если нет стопроцентного понимания, куда хочет поступить амитурент? На момент текущего года, то есть, в отличие от предыдущего заявления, документы подаются именно в очном режиме, то есть, недостаточно их просто отправить электронно. Мы сейчас наблюдаем такую картину, что часть абитуриентов действительно подают электронно и забывают, либо не знают о том, что необходимо подойти, необходимо принести оригиналы. После этого необходимо прикрепить согласие на поступление. То есть, приходится, соответственно, их обзыванию. То есть, хочется всем сказать, все, кто собрались к нам поступать, пожалуйста, приходите, очно приносите оригиналы своих дипломов, прикрепляйте согласие. Не ждите, пожалуйста, последнего дня. Если вы ждете это в электронной системе, то есть, произойти может все, что угодно. То есть, может быть, большой поток заявлений, может быть, не все успеть обработать. Может быть, ДОС-атака, например. Да, может быть, атаки, которые сейчас производятся уже не один раз на сайте, соответственно, вы можете новости посмотреть, на крупнейшей улице производите ДОС-атаки. И просто вы дождетесь последнего дня, и ваше заявление не будет обработано. И это все правомерно, потому что люди, которые до этого подали заявление, они подали их первыми. То есть, кладите, пожалуйста, свои заявления на согласие. Если вы сомневаетесь по поводу каких-то направлений наших, то есть, да, у нас действительно достаточно много направлений, некоторые идут сразу на несколько направлений. У нас есть консультации на первом этаже, там всегда находятся у нас сотрудники, которые поясняют, на какое направление лучше пойти. То есть, например, если более интересно что-то алгоритмическое, что-то математическое, у нас есть прикладная математика, да, там тоже есть программирование, не нужно думать, что там сплошная математика. Нет, мы именно факультет вычислительной математики и кибернетики, и институт вычислительный. То есть, у нас везде учат программирование. То есть, куда интереснее, то есть, если интереснее более такие прикладные разработки, оно по-прежнему научное, это можно пойти на прикладную информатику. То есть, у нас в каждом направлении есть свои интересные области. Кроме того, опять же, если сомневаетесь, подавайте, смотрите, куда вы проходите, то есть, по баллам. Прикрепляйте согласия, потом вы их еще можете переложить. То есть, у вас есть, во-первых, возможность переложить свои согласия. Во-вторых, независимо от того, куда, на какое направление вы пошли, то, что было сказано про наши индустриальные лаборатории, вы с любого направления имеете возможность пойти в лабораторию и там работать над реальными промышленными проектами, независимо от вашего направления. Что ж, продолжим. Следующий вопрос, он про магистратуру. В этом году у вас появились новые программы магистратуры, робототехника, искусственный интеллект. Расскажите о них и есть ли аналоги? Ну, конечно, аналоги есть. То есть, это как бы искусственный интеллект, это вообще тема абсолютно хайповая. Я могу сказать, в чем отличие этих магистратур. Ну, магистратура про робототехники есть в многих вузах. Но вот реально коллективов, которые реально умеют делать технику, которые ездят, вот ее запускают в серию и выполняют какие-то тяжелые работы. Например, вот одно из наших работ – это автоматизация 200-тонного самослава для выполнения операций как раз вот на карьере. Вот магистратур, в которых все преподаватели являются практиками построения подобных систем, ну, в Баунке есть похоже. Ну, на этом, наверное, все. По искусственному интеллекту у нас сделан акцент на конкретных системах, не на общих проблемах искусственного интеллекта, а конкретно на суперкомпьютерных вычислениях, математическом моделировании с технологиями искусственного интеллекта и системах машинного зрения. В частности, к этому направлению магистратуры у нас приписана лаборатория машинного зрения для медицины. То есть, например, в том случае, если вы хотите получить квалификацию, которая будет потом востребована в области и в медицине, вам точно сюда. Если вы хотите заниматься именно суперкомпьютерными вычислениями, векторными вычислениями, то, что касается технологии блокчейн, это тоже сюда. То есть, условно говоря, именно здесь у нас, например, есть такая уникальная сущность, как единственная в республике Татарстан суперкомпьютерная классная, где реально стоят суперкомпьютеры. Вот. В принципе, вот эти вот две магистратуры. Хорошо. Перейдем в социальную сеть ВКонтакте. Обращается к нам Салават Мухаметов со следующим вопросом. А есть ли дополнительные секции слэш занятия по разработке игр? Пожалуйста. В рамках наших лабораторий, как было сказано, все несет некую научную составляющую. Но да, то есть студенты у нас имеют возможность разрабатывать как внешнепромышленные проекты, так и внутриуниверситетские проекты, так и приносить что-то свое. Такие случаи у нас есть. Студент приходит, рассказывает про то, что у него есть отличная идея, отличный стартап, вот он хочет вот это вот реализовать, например. В рамках этого, то есть, например, собирается группа какая-то, возможно, небольшая, там, из трех программистов человека. И под руководством опытных программистов студенты, соответственно, могут разрабатывать мобильную игру, игру на основании веб, то есть, неважно, десктопную. То есть, такое тоже практикуется. То есть, если есть какой-то промышленный заказ на игру, можно разрабатывать промышленную игру. То есть, сейчас особенно популярны, соответственно, мобильные приложения, именно мобильные игры. То есть, да, у нас таким тоже занимаются. Есть лаборатория мобильной разработки, но, опять же, когда мы что-то разрабатываем, это не просто приложение, в нем всегда есть так называемая изюминка, то, что как раз-таки необходимо этому самому стартапу. То есть какой-то такой научный задел, такая идея, которая сделает ее популярной. Ну, то есть просто так, ради галочки, никто делать ничего не будет. Я еще больше хочу сказать. Дело в том, что мы очень дрожим своей репутацией. Мы вообще являемся достаточно известными разработчиками мобильных приложений на территории Российской Федерации. Вот три наших мобильных приложения на протяжении долгого времени находились в топе бизнес и топе образования App Store, а одно из наших мобильных приложений дважды становилось выбором Redux Apple. Поэтому мы, конечно, очень тщательно подходим ко всем своим продуктам, даже если это продукт любительский, студенческий, но он действительно есть заслуженная идея, то мы его, конечно, доводим до нормального коммерческого образца, чтобы, что называется, не было стыдно. Ну, то есть прежде чем делать, естественно, разрабатывается сама идея, понимается, какой выхлоп с этого получит разработчик и пользователь, и все остальные шаги для того, чтобы это было все успешно. Что ж, продолжаем. Как раз-таки про исследования. Следующая наша тема. Расскажите об исследованиях, проводимых в институте. Я очень долго могу рассказывать. Но, к сожалению, эфирное время наше ограничено. Да-да, я постараюсь очень вкратце. Я перечислю направления, потому что по каждой их можно очень долго рассказывать. Направления в области систем навигации, ориентации и связи для робототехники, построения систем управления для робототехники, построения систем машинного зрения для робототехники, медицины и для нужд промышленной автоматизации, построения и разработки систем интернета вещей и интернета всего, функционирующих на базе децентрализованных сетей и самоорганизующих систем принятия решения, квантовые вычисления, эмуляторы квантовых вычислений, эволюционирующие аппаратные обеспечения, реализованные на базе программируемых логических интегральных схем, синтаксические анализаторы, системы обработки речи, системы синтеза речи, системы аллогопедической корректировки, ну и, наверное, ну а, ну вот еще, да, и исследования в области теории электромагнитных полей и волн, теории акустических полей и волн, то есть это исследования антенн, поглощающих материалов и сложных метаматериалов поверхностей. Я объясню. У нас в составе университета более 200 преподавателей ученых исследований, у нас существует порядка десятка независимых тематик, большая часть из них находит пересечение друг с другом, и то, что я сейчас сказал, это под тематики, этих основных тематик, по каждой из них можно достаточно долго рассказывать и приводить определенные проекты. То есть, как видите, практически на любой вкус и цвет то, чем вы хотите заниматься, вы сможете у нас найти. Кроме того, если можно добавлю, у нас до этого ни разу не прозвучало, у нас из направлений еще есть бизнес-информатика, которая отличается от всего, что названо, то есть совместно с Институтом экономики и нашим институтом, во-первых, мы ведем совместную магистратуру по бизнес-информатике. И с 1С франчайзинг, то есть у нас достаточно крупное направление, где студенты в бакалавриате имеют возможность стать и программистами, и экономистами, скажем так, а в магистратуре могут стать проектными руководителями. Но это если вкратце. Вот эти исследования и все остальное, что проводит институт, на ваших информационных ресурсах абитуриенты могут найти, да? То есть на сайте посмотрите, в группе ВК, где вы еще присутствуете, чтобы с ними ознакомиться. Да, есть на сайте КФУ раздел, во-первых, ИВМИД, во-вторых, Центр цифровой трансформации, где расположена информация о проектах, выполненных командами. Центр цифровой трансформации – это проектная площадка ИВМИД, то есть это там именно, где выполняется именно проектная работа. Хорошо, продолжаем. Переходим к блоку вопросов, связанных со студенческой жизнью. Звучит первый вопрос так. Не будет ли у студентов проблем с совмещением учебы и работы? Если можно, я отвечу. У студентов таких, то есть у тех студентов, кто хочет учиться, таких проблем не будет. У нас много студентов работают. Как у нас работают, так еще где-то устроены. То есть здесь главное, чтобы студент сам для себя решил не просто там уйти работать, забить на учебу, приходить на экзамены. Нет, то есть такое мы не приветствуем. У таких студентов действительно будет проблема, потому что у нас нужно учиться. На первом-втором курсе мы категорически не рекомендуем совмещать учебу и работу. Это будет невозможно, потому что вы будете заняты учебой с утра до вечера. Есть исключение, если работают у нас. Да, то есть если работают у нас, значит работают по нашим же направлениям. То есть они работают в рамках своей же учебы, повышают свою квалификацию. Кроме того, те, которые работают у нас, они, соответственно, выполняют те же проекты, у них закрываются те же практики. Они в рамках этой работы пишут свою курсовую работу. Лучшие из них, соответственно, принимаются уже на работу, соответственно, на оплачиваемую. В рамках этого же пишут дипломы. То есть для тех, кто по-прежнему продолжает учиться, и особенно, соответственно, работает у нас, у тех проблем точно не будет. Забьем этот вопрос на две части. Вот есть работа по специальности, а есть работа не по специальности. Вот в какой из категорий больше проблем будет у студентов? Ну, скажем так, однозначно будут проблемы у тех, кто работает не по специальности. Потому что, скажем так, если вы считаете, что вы еще не готовы к работе по специальности, Ну, да учите еще немножечко и все-таки наконец-то устроитесь по специальности. Сейчас рынок IT-специалистов, он горячий, захотите найти работу, найдите. Но, пожалуйста, если вы собираетесь работать не по специальности, не тратьте ни наше, ни ваше время. Все-таки, если вы, например, работаете менеджером по продажам, ну, идите, пожалуйста, куда-нибудь на 8-й факультет КАИ, где вас будут обучать профессионально менеджером по продажам. Потому что вы не получите никакую квалификацию, потом будете говорить, как плохо учить на ВМК, и вообще, какая жизнь у меня плохая тоже. Перейдем в социальную сеть ВКонтакте. Ириана Галиева спрашивает, есть ли бюджетные места в магистратуру? Ну, да, бюджетные места в магистратуру есть. На сайте обозначено на каждое направление определенное количество бюджетных мест. То есть, например, на инфокоммуникации специальной робототехники на новую магистратуру, там есть 20 бюджетных мест. От 15 до 20 бюджетных мест в среднем направлении. То есть в среднем надо направление. Хорошо, вернемся к студенческой жизни. Следующий вопрос. Какие есть возможности помимо учебы у студента? Ответите. Да. Помимо учебы у студентов из НИД и бывшего ВМК всегда было очень много возможностей. Надо сказать, у нас институт один из самых активных в области не только работы научной деятельности, но и как правильно отдыхать. То есть, как ранее перечислялось, хотите отдыхать за компьютером, за наукой, у нас есть лаборатории, есть научные кружки, где студенты могут участвовать, что-то новое для себя изобретать, делать. То есть некоторые так отдыхают. У нас есть отдельный центр имени Карпова, где студенты имеют возможность собираться, играть в шахматы, в шашки, в ГО. Проводятся тренировки с профессионалами, с титулованными преподавателями, которые обучают игре. Также у нас, кроме таких вот научных, развито абсолютно спортивное направление. То есть у нас ребята постоянно места занимают как в городе, так и в республике. Кроме спортивных направлений, если есть желание участвовать в студвесне, в любых активностях, есть актерское мастерство, есть желание поучаствовать, например, в КВН. То есть у нас все это присутствует. То есть, как говорится, чтобы хорошо учиться, хорошо работать, нужно еще и хорошо отдыхать. То есть по всем направлениям, по всем видам досуга мы все предоставляем, у нас все организовано. Студенты полностью, скажем так, в институте. И, соответственно, у нас есть, студактив подготовил, соответственно, мерч, у которых, то есть они сами это, соответственно, придумывали. То есть и в МИД, и с Фэмили, соответственно, у них. Хорошо, с вашего позволения я дополню ваш ответ. Потому что здесь спрашивают как раз-таки еще раз, скажите про спорт в МИДе. Скажу то, что вы можете перейти в группу телеканала Универ ТВ. Там регулярно проводились прямые трансляции спортивных мероприятий, где принимал участие тоже Институт вычислительной математики и информационной технологии. Можете там посмотреть, какие сборные есть, как ребята играют. Там небольшой спойлер, места на самом деле занимают ребята высокие. Перейдем дальше по вопросам, которые у нас есть. И поговорим о выпускниках. Какие дальнейшие перспективы у выпускников? Ну, хорошие, потому что, ну, расхватывают их, очень быстро их расхватывают. То есть, ну, скажем так, у нас нет такого выпускника, который сейчас находился на четвертом курсе и который с успеваемостью выше 4 баллов не работал бы. Если он хочет работать, есть такие, которые конкретно работать не хотят. Ну, как бы, ну, нет у них такого желания. Либо наукой хотят заниматься, либо чем-то еще. Выпускники крайне востребованы. То есть, наши выпускники, они востребованы на уровне, ну, я не побоюсь этого сказать, школы анализа данных и той же самой Бауманке. По большинству предприятий, особенно по предприятиям, которые находятся ни в Москве, ни в Питере, потому что у наших выпускников чуть ниже зарплатное ожидание, но никак не хуже, что называется, производительность и стремление к карьерному росту. У нас столько партнеров по республике Татарстан, которые обеспечивают трудоустройство. Более 50 у нас проводятся постоянно центры карьеры. Поэтому, если вы к нам приходите, если вы у нас учитесь, если вы действительно хотите устроиться на работу, вам стоит просто подойти к нам на третьем курсе, сказать, я хочу, помогите нам, пожалуйста, Дмитрий Евгеньевич или Антон Александрович, ну, в течение двух-трех месяцев вы будете трудоустроены. У нас всегда висит топ-вакансий где-то приблизительно из 50 позиций, там, именно на студентов третьего-четвертого курса, которые мы можем вам порекомендовать. Я тогда задам следующий вопрос, который разовьет вашу мысль как раз-таки по партнерам. С какими партнерами сотрудничает ВМК по части учебной практики? Можно, Антон Александрович, вы уже на этот раз. Да, по части учебной практики, опять же, хочется сказать, что в рамках нашей же лаборатории много студентов есть, желающих, которые приходят именно к нам. То есть, вот за последние две недели практики порядка 50 студентов обратились именно на практику к нам в лаборатории. То есть, новых, имеется в виду, студентов. Это достаточно невысокие курсы вот со второго курса. А так, мы работаем с различными компаниями. Последнее время у нас очень хорошо наладились отношения с компанией Тинькофф, которые ведут разработки в различных направлениях. Достаточно крупная компания. Мы работаем, ну, если так как раз и перечислить, Тинькофф, МТС, Акбарс Диджитал, ICL. Мы работаем с различными предприятиями казанскими. То есть, мы работаем с казанским вертолетным заводом, казанским электротехническим заводом. То есть, наши выпускники, опять же, наши студенты, которые идут на практику, по тем направлениям, которые им интересны, они по ним могут спокойно пойти. Я хочу дополнить. То есть, сейчас, что называется, молодые люди плохо представляют собой ситуацию именно на заводах. Самые высокие зарплаты сейчас у айтишников на заводах, на оборонных заводах. То есть, на том же самом вертолетном заводе средняя зарплата уже у инженера первой категории составляет 120-140 тысяч рублей. Это много. То есть, это не инженер даже высшей категории. То есть, потому что сейчас оборонные заводы испытывают большую потребность в кадрах. Поэтому, а мы именно специализируемся, всегда специализировались именно на работе с оборонкой, если вы хотите вообще погрузиться в эту область. Если нет, наши основные как раз вот ключевые партнеры – это финтех, Антон Александрович это назвал, и разработчики аппаратно-программных комплексов, такие как, опять же, ICL, Orion Innovation. Большое количество есть зарубежных партнеров из дружественных нам стран, из Республики Беларусь, из Республики Узбекистан, из Китайской Народной Республики, которым постоянно нужны кадры. И это, конечно, топливо-энергетический комплекс, то есть, «Газпромнефть», «ТНГ-групп», «Татнефть-геофизика», «Сибур». Ну, сейчас был ТАИФ, сейчас это подразделение «Сибур» у нас есть прямо сейчас свое. То есть, это именно как раз вот гигант топливо-энергетического комплекса, которому айтишники нужны постоянно. Перейдем в социальную сеть ВКонтакте. Здесь есть еще один вопрос, который отсылает нас на некоторое время назад, во время прямого эфира. В приемной комиссии, наоборот, сказали, что на контракт неважно, кто подал впервые. Существует тоже конкурс. Прокомментируйте, пожалуйста. Есть понятие «подал», а есть понятие «заключил договор и проплатил». Если вы заключили договор и его проплатили, уже вас с этого места никто не сдвинет. У нас в институте именно так. У нас сейчас квота 250 человек, сейчас заключено договоров и проплачено порядка уже сотни. То есть, да, среди остальных по-прежнему есть конкурс. Люди подали, люди сидят, ждут, чего-то ждут. То есть, если вы видите, что у вас баллов, но вот прям утрируя меньше 240, то есть ждать не стоит того, что вы пройдете на бюджет. Такого в предыдущие года просто не было. Я на самом деле хочу сказать, это очень важно. Коллеги, не пытайтесь устроиться любой ценой на бюджет. Это очень плохо, это очень странно. То есть, зарплата сейчас IT-специалиста, это больше, чем год обучения у нас на контракте. Это больше, месячная зарплата, это больше, чем год обучения у нас на контракте. Тут не о чем говорить. Просто я, например, в прошлом году, я точно так же и в этом году тоже, я обзваниваю многих поступающих. Был один парень, я очень хорошо помню, просто такая запоминающаяся история, у человека было 210 баллов, причем хорошо учусь, но не получилось у него на одном экзамене в ПЕГ, по русскому языку, что ли. Он хотел ко мне поступить на информационную безопасность. Я ему звоню, я говорю, вы проходите на контракт, у нас есть даже льготная программа со Сбером, можно по льготной программе, вообще через 10 лет только надо будет начинать платить. Он говорит, я, говорит, устроюсь на бюджет. Я говорю, куда устроюсь на бюджет с 210 баллов? Говорит, на лесозаготовках, я говорю, раньше туда ссылали, а сейчас туда на бюджет принимают. Вы свою жизнь этим определяете. Вы поймите, что вообще любые деньги ваше образование не стоят того, но здесь деньги такие, что вы окупаете весь период обучения, вообще весь, просто за первых полгода вашей работы в худшем случае. Ну, я думаю, по итогам нашего эфира у многих абитурентов поменяется мировоззрение. Пойму то, что здесь преподаватели занимаются практикой, хотят, чтобы студенты довели свои работы до конца и вышли хорошими специалистами в своей области. Верно понимаю, да? Но я еще последнее замечу, вот в этом году стабильно по всем российским международным рейтингам мы делим 9-10 места в топе IT-факультетов Российской Федерации. Ну, как вам сказать, первые 8 мест это Москва и Питер. Но там проходные баллы от 280-290. Поэтому мы хороший вариант, как минимум, очень неплохой. Так что делайте выводы, господа абитуренты. Что же, на этом наш вопрос подошли к концу. Благодарю вас за то, что нашли время к нам прийти. В очередной раз рассказали все подробно, четко, понятно, что у абитурентов вопросов больше нет. Еще раз большое спасибо, что пришли. Спасибо. Двух КФУ Лайв для Института вычислительной математики и информационных технологий. Наша программа продолжается до конца этой недели. Подключайтесь к нашим эфирам. Еще поговорим с представителями других институтов Казанского федерального университета. На этом все. Всем счастливо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok